Таганрогский некрополь – место удивительное и, наверное, незаслуженно обделенное вниманием. Музей под открытым небом – одно из интереснейших исторических мест на юге России. По разным данным, Таганрогский некрополь появился еще в конце XVIII века или в самом начале XIX. Здесь захоронены и простые горожане, и титулованные особы, оставившие свой след не только в истории Таганрога, но и всего государства российского. Их памятники и надгробия представляют большой интерес для краеведов, тех, кто занимается научной работой. Однако, если сегодня не обращать внимания на проблемы некрополя, а их, надо сказать, немало, все это культурное наследие можно утратить безвозвратно и навсегда. Старое кладбище давно нуждается в комплексной реконструкции и реставрации, но это немалые средства, которых попросту нет. И поскольку это объект культурного наследия, здесь нужно проводить большой сложный комплекс и реставрационных работ. Это требует, скажем так, огромных средств и в любом случае самоотдачи и знаний, и понимания этого объекта, его проблематики. Сохранить все то, что не разрушило время и вандалы. Такую миссию на себя все чаще берут общественники города. Одна из них – это Елена Алексеенко. Увлекалась историей Елена всегда, но лишь на первом курсе радиотехнического института попала на старое кладбище Таганрога. И, как говорят в таких случаях, понеслось. Она стала заниматься изучением легенд и реальных историй, связанных с Таганрогским некрополем, составила экскурсионные маршруты для туристов и сама с увлечением делилась с людьми интересными историями. Вот одна из них – о надгробии из белого мрамора, которое современники назвали «уснувшая навсегда». К сожалению, это надгробие безымянное, ну и, соответственно, отсутствие такой четкой информации дает поле для всевозможных городских мифов, легенд. Ну, по одной из версий, якобы здесь девушка-дворянка трагически, закончившая свою жизнь похоронена. По другой версии, которая частично находит отражение в архивных документах, эту скульптуру нашли в Азовском море. И через время рыбак, который ее нашел, он похоронил свою дочь. И вот по разным сведениям, то ли дочь рыбака здесь покоится и на ее могиле, это скульптура, то ли сам рыбак. Ну, в общем, здесь, в общем-то, устные источники противоречат друг другу. Беломраморное надгробие «Уснувшая навсегда» вошло в число 10 ценных памятников старого кладбища, а их в Некрополе более 200, которые в этом году попали в проект по консервации. Это определенный набор работ с различными реактивами, которые позволяют восстановить первоначальный вид надгробия, очистить его от природной грязи и от лакокрасочных материалов, которые, конечно, из большой любви к искусству, но, к сожалению, совершенно бездумно наносят на памятники добрые горожане. Ну, со многими беломраморными памятниками одна проблема – люди, не обладая достаточными знаниями для адекватной консервации памятников, для адекватного ухода, зачастую просто белят и красят их. Естественно, это слои уже накопленные десятилетиями, и такие слои выводить очень дорого, очень сложно, и после них остаются пятна. К сожалению, до сих пор, несмотря на огромное количество специализированных средств, доступных в любом строительном магазине, люди по-прежнему используют побелку, используют неподходящие для камня краски, и здесь, к сожалению, буквально за несколько дней до начала работы кто-то снова эту скульптуру побелил. Мы очень просим так не делать. Если вы хотите помогать в уходе за ценными надгробиями, пожалуйста, спросите нас, как. Обратитесь в МКУ и ритуалы, мы обязательно вас проконсультируем, чтобы мы вместе делали одно хорошее дело, а не мешали друг другу. Работы по консервации надгробия выполняют предприятия, имеющие на это специальную лицензию. Существенную часть реставрационных, кстати, весьма дорогостоящих материалов на безвозмездной основе предоставили отечественные фирмы. Реставрационно-строительный торговый дом и реноватор. К этой работе, в основном на подготовительном этапе, где не требовались специфические навыки, подключились простые горожане. Уже третий год подряд на Старом кладбище под патронажем Храма всех святых и при поддержке Фонда президентских грантов реализуется волонтерский проект возвращения исторической памяти. В этом году, благодаря грантовой поддержке команде проекта, а это настоятель Храма всех святых Игорь Ковалев, краевед Елена Алексеенко, депутат городской думы Елена Сирота, удалось выполнить еще целый ряд работ по содержанию Таганокского некрополя. В частности, произвести обрезку сухих деревьев над ценными надгробиями, организовать субботники по уборке свалок. Была продолжена просветительская деятельность, а это не только лекции и экскурсии, но и разработка аудиогида по одному из туристических маршрутов по Старому кладбищу и переиздание путеводителя. В этом году, благодаря Фонду внимания, были собраны средства на разработку проекта консервации противоаварийных работ 10 ценных надгробий. В основном это беломраморные скульптуры, привлекательные с точки зрения туризма, как объекты показа. Кроме всего прочего, как я уже сказала, это объект культурного наследия. И объект культурного наследия, любые работы, связанные с ним, это необходимость привлекать лицензированные организации, это необходимость проводить научные исследования. Таким образом, второй год уже, в том числе по моей инициативе, и в прошлом году эта инициатива была поддержана храмом, и получили финансирование, опять же, грантовое, в рамках волонтерского проекта. Проводилась конференция изучения и сохранения исторических некрополей, где мы попытались с коллегами собрать единомышленников на площадке в Таганроге. В этом году грантовой поддержки у проекта не было, но зато нашлись организации, в частности, Таганрогский институт нашей имени Чехова, это ростовская компания ОКН-проект, где-то из своих личных средств и, в общем-то, своим трудом. Это мероприятие было организовано, имело достаточно большой успех, и в следующем году мы планируем получить грантовую поддержку уже на проведение этого мероприятия. Это очень важно, это очень нужно, потому что тема сейчас, как говорится, в тренде. И, ну, откровенно говоря, очень многие организации реставраторские, они знают, как работать с домами, но не знают, как работать с подобными объектами. И, например, сейчас аналогичное Краснодарское кладбище, там за него взялись уже не первый год, проводят по кусочкам благоустройство, проводят проектные работы, и эти организации, они приезжают к нам, консультируются, то есть к нам, к волонтерам, по сути. В будущем году работы по консервации ценных надгробий, уходу за памятниками и территорией будут продолжены, с уверенностью говорит Елена Алексеенко и выражает от имени всей команды огромную благодарность учебным заведениям, предпринимателям, муниципальным организациям и всем таганрожцам, которые приняли активное участие в работах по сохранению объекта культурного наследия. Субтитры создавал DimaTorzok